Hey buddy, I think you got the wrong door. The leather clutch is two blocks down. And there was another guitar that I wanted to have in my arsenal. And this is Cramer Night Svon. Actually, Cramer Night Svon is an instrument that stands out in front of Cramer. On the same way with such models, such as Camars, like this Telecaster with a girl or with a mirror panel, or Ripley or Liberty, this guitar is really rare. And the price on Ebay or Reverb, like I watched, in 2017-2018, did not even go to a half-million. But, of course, for a half-million. You got the instrument right in a minute. Right, 5 out of 5. But, however, the guitar, it is not expensive, but it is also very rare. Yes, it is, 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 it is. All-таки, ну, отличались от оригинала. Но тоже стоили весьма и весьма. И вот в 2019 году Cramer запускает переиздание своих культовых моделей 80-х. Jersey Star, 84, Stage Master и в том числе и Night Svon. До февраля 2022 года Night Svon можно было привезти напрямую в Россию с Toman'a или с Music Store. После февраля это стало сложнее, можно сказать, невозможно. Хотя у кого-то были случаи привоза инструментов с Music Store. Но сейчас того же Toman'a инструменты в России можно затянуть через Казахстан. Например, вот этот инструмент ко мне попал как раз таким путем. Итак, давайте перейдем непосредственно к самой гитаре. Итак, что мы здесь имеем? Дека из Махагона. Гриф Плен. Накладка Ebony. Черное дерево. Floyd Rose 1000 серия. Никогда у меня к Floyd 1000 серии не было претензий. Хороший действительно рабочий Floyd. У меня был DC Rich Gunslinger с таким же Floyd. Играл концерт на нем. Ни разу не подводил. По датчикам у нас 102 Seymour Duncan GB. И, как вы можете видеть, схема у гитары довольно-таки интересная. Схема расположения датчиков, я имею в виду. Значит, бридж тут все понятно. Ничего нового. В мидле у нас стоит тоже полноразмерный хамбакер. Он дает, в принципе, довольно-таки интересный звук. Сам по себе, не по отношению к бриджу или к неку. Я считаю, сравнивать это не совсем корректно. Особенно, если мы говорим о бридже. Мидловый хамбакер на этой гитаре имеет звучание. В нем есть, на мой взгляд, это все субъективно. Я вижу звучание этого датчика с теплотой, можно сказать, даже вот этим жиром некового датчика, но при этом он сохраняет остроту бриджевого датчика. Что еще у нас вот интересного, что отличает эту гитару? Ну, реверсный гриф, да. Как бы краморы с реверсной головой. Это редкие инструменты, как я еще рассказывал во втором выпуске Нафталин. И самое интересное. Обратите внимание на вот этот вырез, так называемый обмылок. Вот этот рок, он позволяет иметь более комфортный доступ к высоким ладам. Гитара, вот на мой взгляд, это один из самых удобных, если не сказать самый удобный инструмент, что у меня были. Крамер Глайд, это очень удобные инструменты. Я на них тоже как-нибудь сделаю обзор. Это тоже суперстраты с 24-75 мензурой. Но эта гитара, она еще удобнее. Не прям разительно, но удобнее. Вот ввиду вот этого выреза. И, в принципе, на этом можно было бы заканчивать рассказ об этой гитаре. В конце концов, более точную информацию можно получить в интернете, в гугле. Но не тут-то было. Опа. Все дело в том, что до покупки этого инструмента я очень долго интересовался. Читал на форумах про переиздание этого Night Swan. Общался с людьми, у которых есть вот это переиздание. Общался с людьми, у которых есть и переиздание оригинальный Night Swan. Значит, спрашивал у них, что они могут вообще сказать про эту гитару. И зачастую говорили про то, что гитара звучит, реально хорошо звучит, все ок. Но есть моменты по ладам. Я общался на Facebook с человеком, у которого и оригинальный Night Swan, и переиздание. Я у него спрашивал, чем, на его взгляд, отличаются гитары. Он мне сказал так, по сути, как бы ничем. То есть, да, разница есть, но это разница просто двух гитар. Все. То есть, нет такого, что он там заметно проигрывает или хуже, там нет. Он так и сказал, что и та, и та гитара, они как бы хороши. Просто, как бы, есть разница двух гитар. Ну, не могут инструменты звучать одинаково, прям вот одинаково. А так и там, и там дек из Махагона, и там, и там гриф из Клёна с накладкой из Эбони. Ну, датчики, понятно, можно играться. Флой тоже можно поменять. Вот. А так, в целом... Нет, блядь, в гитаре. Но, при этом, люди, с которыми я общался по поводу переиздания, они в большинстве случаев отмечали, что гитарой надо заниматься после покупки. И, в первую очередь, ладами. Ну, я, в принципе, к этому был готов. Вот гитара приехала ко мне. Я ее достал из коробки. Помимо гитары в коробке были всякие храморские наклеечки, буклетики. Мелочь, но приятно. Но нас интересует, конечно, самый инструмент. Я взял гитару в руки, и, как бы, ну, понятно было, что ей нужно заниматься. Ее надо отстаивать. Я поиграл на ней, но ввиду того, что там стояли заводы струны 942, они болтались, как сопли, и, понятное дело, ни о каких низах речи быть не могло. Я поставил 1046 струны, и вроде как-то получше стало, но все равно казалось, что что-то тут не то. Помимо этого, я обратил внимание на то, что центровка грифа относительно струн нуждалась в коррекции. То есть первая струна была ниже, чем должна была быть. Да, ебать его в рот, блядь. И, как я и сказал выше, момент с ладами. Меня он стороной не обошел. Гитара нуждалась в работе над ладами. Помимо этого, когда я захотел поиграть на перегрыженном звуке, я столкнулся с диким фоном. Я не понял, в чем дело. Думал, может быть, с кабелем какие-то дела. Нет, все равно поменял кабель, и кабель у меня неплохие. Все равно фон продолжался. Я стал откручивать заднюю крышку просто для галочки. Я не мог представить, что да ну не, не может быть, чтобы там не было земли. Но был фон, как будто нет земли. Я открутил крышку, вот пружин, а земли действительно не было. То есть по заводу землю в Индонезии просто не припаяли. Нихуя же, блядь. Ну, как бы ок, это мелочь. Я поиграл, понял, что инструмент мега удобный, он очень легкий. И просто над ним надо поработать. Куда ее относить? Ну, для меня ответ был очевиден. Гуд Гитарс. Когда я относил гитару в Гуд Гитарс, я знал, что инструмент попадет в руки к людям, которые любят и умеют работать с гитарой. Надо сказать, что вот этот Найт Слон, это не первая гитара, которую я относил к парням, и не последняя. Я помню, какую колоссальную работу парни провели с Глайдом C2, и гитара у меня до сих пор является одной из основных. Соответственно, такая же участь ожидала и Найт Слон. Изначально, когда я принес инструмент парням, речь шла о работе с ладами и центровке грифа относительно струн. Но, как показало дальнейшее развитие событий, список работ существенно расширился. Была проведена колоссальная работа по приведению инструмента в рабочее играбельное состояние. И список работ не ограничился только ладами и корректировкой грифа. Сейчас вы видите список работ, который был проведен с этой гитарой. И я могу вам сказать, что после всех этих процедур гитара реально зазвучала намного круче. Появились низы, раскрылся характер инструмента, он стал более яркий, более панчевый. Гитара пружинит. Вот под пальцем вот это ощущение пружинки, когда ты играешь. Вот там рифы или соло. Очень круто. То есть был проведен впечатлительный список работ. Лады, центровка, работа с пяткой грифа, карманом грифа. Ну, карманом деки, понятное дело. Стоп-локом. Действительно, после всех этих операций инструмент превратился в боевое состояние, готов к бою. Это очень круто. Действительно, я получил инструмент, который прямо зазвучал. Зак, Илья, парни, огромное вам спасибо за этот инструмент, что я сейчас держу в руках. Я вот его забрал, там уже какой-то он у меня после вас третий, четвертый день. Я все не слезаю, я все играю на нем. Настолько круто. Просто вот да. Теперь давайте подсчитаем. Сколько стоила сама гитара? Сама гитара обошлась не 72 тысячи. Доставка 2500 и доводка в Good Guitars 12 тысяч. Стоило ли это все того? Да, безусловно, да. Безусловно. Эта гитара, на мой взгляд, лично для меня, стоит каждого рубля, который я на нее потратил. Я получил инструмент, который хотел с 2019 года. А после доводки в Good Guitars я получил действительно боевой инструмент, который готов к записи к концертам, на нем кайфово играть. Все круто. И как я и сказал выше, лично для меня это, если не самый, то один из самых удобных инструментов, который я когда-либо держал в руках. А теперь предлагаю послушать этот инструмент на клине, на перегрузе и в пачке. Ну давай бомби. Музыка. 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА